Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Валерия Муратова. Наша команда подготовила для тебя самые свежие и интересные новости студенчества. Итак, сегодня в выпуске. КФУ в рейтингах университетов. Как устроен человек? Обсудили на конференции в Казанском университете. Как журналистам разговаривать с учеными? В главном здании Казанского федерального университета прошло заседание попечительского совета юридического факультета под руководством Ильсура Медшина. Подробности далее. На юридическом факультете Казанского федерального университета прошло заседание попечительского совета. Под руководством мэра Казани Ильсура Медшина и руководителя аппарата президента республики Татарстан Асгата Сафарова. Перед началом обсуждения плана факультета мэр поздравил университет с наступающим днем рождения. Начнем с преддверия дня рождения нашего армамата, 17 ноября. Поздравляю весь профессор и преподавательский состав нашего родного факультета с наступающим днем рождения университета. Желаем просветания, новых высот и нашему университету, и факультету нашему юридическому. Декан факультета Лилия Бакулина рассказала о достижениях юридического факультета. Юридический факультет является членом ряда международных ассоциаций. Вся та деятельность, которая идет по международной сфере, она отвечает и требованиям Казанского федерального университета, и студенты, и преподаватели в этом плане очень активные. Артем Тупичкин, Универньюс. Казанский федеральный университет вновь попал в рейтинге. О его позициях мы расскажем в нашем сюжете. Казанский федеральный университет вошел в рейтинге Times Higher Education в направлениях физические науки и науки о жизни. Также КФУ впервые вошел в список лучших университетов в направлении науки о медицине. Нам всего лишь 6 лет. Мы родились как институт именно фундаментальной медицины и биологии в 2012 году. И, конечно же, вхождение в рейтинг всего за 6 лет, хоть и на не самые высокие позиции, является показательным наших в целом достижений. КФУ вошел в категорию 501-600 лучших вузов в этом направлении. Особый, скажем так, импульс, конечно же, придала университетская клиника, которую мы пару лет тому назад тоже получили и влили в Казанский университет. И, конечно, плотное взаимодействие между фундаментальными учеными, прикладными учеными, биологами, химиками, физиками и клиницистами и позволило вывести Казанский университет в рейтинг Times Higher Education в этой предметной области. Напомним, что Казанский федеральный университет является лидером в России по направлению образования. КФУ входит в категорию 101-125 лучших вузов, а в направлении искусства и гуманитарной науки КФУ сохраняет позицию в категории 201-250 вузов. Также в рейтинге US News Best Global Universities Rankings Казанский университет продвинулся на 165 позиций, а в направлении науки о космосе вошел в топ-150, заняв 133-ю позицию. Конечно, очень приятно, что все, что связано с физикой и космосом, мы там почти вплотную, как говорят, подошли к 100 лучшим вузам в этой части. Но я и здесь хочу сказать, что по нашим отчетам, если бы был в КОЭСе предметный рейтинг астрономии, то мы были бы не в 150-е, а мы были бы среди 20 лучших вузов в мире по этому направлению. В сфере космических наук в КФУ ведется плодотворная работа. Мы определили одно из основных направлений университета и создали стратегическую академическую единицу «Островызов», которая в настоящее время объединяет два центра, как мы считаем, мирового уровня, и в состав которых входят 11 лабораторий. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. У человека нет ни крыльев, ни быстрых ног, ни страшных зубов и когтей. Главное, что нам досталось от природы для выживания, — это уникальный психический феномен — сознание. Именно оно позволяет человеку ощутить себя отдельной личностью. Эти и не только вопросы обсуждали на международной конференции, посвященной психологии и состоянии человека. Подробности — далее. 8 ноября в Институте психологии и образования Казанского федерального университета состоялось открытие третьей международной научной конференции «Психология и состояние человека. Актуальные теоретические и прикладные проблемы». Конференция состоялась при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Глубоко, если идти в историю, то начинал ее Владимир Михайлович Бектерев, который основал впервые в Казанском университете психологическую лабораторию. И большая часть исследований в этой лаборатории, помимо неврологических стен, психоневрологических, была посвящена изучению состояния. Среди проблем, которые обсуждаются на конференции, хочется отметить тему стресса, постстрессовых состояний, а также вопросы психологического здоровья человека. «Я занимаюсь таким делом, что на русском языке нет даже хорошего слова – ривалитет. Это значит такое понятие, где соединяются конкуренция и сотрудничество». В конференции принимают участие более 200 психологов из почти 30 регионов Российской Федерации, а также представители психологических организаций стран ближнего и дальнего зарубежья. В течение трех дней с 8 по 10 ноября специалисты будут обсуждать актуальные проблемы психологической науки, представляя свои доклады на пленарных и секционных заседаниях. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. 8 ноября в шоу Румиков У прошел семинар новостного агентства ТАСС «Чердак» под названием «Научная коммуникация». Об этом наш следующий сюжет. Если вы понимаете, что человек перед вами мотивирован не искренним интересам в вашей работе, а необходимости написать хоть какой-нибудь материал, входит из своих интересов. Казанский федеральный университет принял гостей из новостного агентства ТАСС. Журналисты презентовали проект «Чердак» и провели для студентов три мастер-класса и деловую игру на тему научной журналистики. Наша задача в том, чтобы рассказать о научной журналистике, о том, как ее заниматься и привлечь молодых ребят в эту профессию, на этот рынок. Показать самим ученым, которые занимаются естественными науками, даже гуманитарными, что, в принципе, они могут сами популяризировать свои достижения. Цель данного мероприятия – облегчение нахождения общего языка между учеными и пресс-службами. Главный лайфхак в этой области – нужно, безусловно, сделать домашнюю работу. Я на свои лекции обычно говорю, что тот, кто знает, какого цвета учебник, получает тройку автоматически по предмету. Если вы знаете, кем работает ученый, чем он интересуется, чем он занимается, какие у него есть публикации, вы уже автоматически становитесь наголову выше тех, кто не подготовился к интервью, кто не смог проделать такую простую работу. Научно-образовательный проект «Чердак» был создан ТАСС совместно с Миноборнауки России в 2015 году. «Чердак» – научно-популярный медиапортал, ориентированный на молодежную аудиторию, которая увлекается техникой, современными технологиями и передовыми научными исследованиями. Несомненно, такие мероприятия очень нужны нам, как студентам, потому что мы узнаем, как действует научная сторона нашего института, мы узнаем новую информацию. Главная задача проекта – регулярное и оперативное информирование о ведущихся в России и за рубежом передовых научных исследованиях и перспективных технологических разработках. Максим Елагин, Зуфар Галимов, Виолетта Басова, Универ Ньюз. Молодой учитель в цифровом пространстве – именно такой была ведущая тема педагогической школы «Старт» в Елабужском институте КФУ. О подробностях проекта вы узнаете в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ состоялось открытие второй студенческой педагогической школы «Старт». Проект дал возможность будущим педагогам ближе познакомиться с профессиональной деятельностью. Для собравшихся выступила Фрида Шакирова – ветеран педагогического труда, обладатель нагрудного знака за заслуги в образовании и учитель с 50-летним стажем. Фрида Косымовна поделилась секретами профессиональной деятельности с будущими учителями и дала наставление ребятам перед практикой. Школа «Старт» – это такой некий старт для дальнейшего нашего развития. И я думаю, мастер-классы помогут нам тоже в дальнейшем для нашей практики. Мне очень понравилось открытие, и ветеран труда, который выступал учитель, очень интересные примеры она привела и много полезного для себя и выявила. Для студентов-участников школы была организована работа дискуссионных площадок, на которых ребята смогли пообщаться с практикующими педагогами, узнать новые методы воспитательной работы, а также подготовить и защитить свои образовательные проекты. Валерия Муратова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универ Ньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова